Вы слышали, что сказано древними, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Что значит эти слова? Ну, я вообще хочу обратить ваше внимание, что, я не знаю, как вы, но я крайне мало видел монахов, святых отцов с оторванными руками и ногами, вырванными глазами и прочим членовредительством. Ну, возможно, да. Ну, по крайней мере, если они есть, то их, в общем, единицы, правда? Про 99,9 в периоде батюшек этого нельзя сказать. Что значит эти слова? Это запрет на интимные отношения или что? Но, как их понимать с точки зрения двух наших разговоров и можно ли их понять? Я могу сразу добавить еще одну вещь для тех, кто не знает. Если кто-то этого не знал, поднимите руки, потому что мне кажется, что взрослым людям это рассказывать как бы и бесполезно совершенно. Все мужчины, все, как один, за редкими исключениями, которые мы рассматривать не будем сегодня или будем, но в контексте, хотят всех женщин более или менее полувозрелого возраста, которые находятся в зоне их видимости. По крайней мере, первой реакцией мужчины на женщину всегда является вопрос, хочу или не хочу. Все остальное наступает потом. У женщин все устроено по-другому немножко, ну, немножко. А мы сейчас говорим о мужчинах, да? Потому что речь идет о том, что о всяком, кто смотрит на женщину с вожделением. И это все. Факт этот позволил возникнуть фрейдизму. И вообще это один из главных фактов, лежащих в основе всего того, что называется современной психологией. Да, потому что иначе теории либидо просто не развивались бы, если бы это относилось не ко всем. Но мы же говорим о спасителе. Я хочу вас спросить, он что, издевался, что ли, над родом мужским? Ваши версии, пожалуйста. Нет, господа, я секундочку. Здесь собрались, насколько я понимаю, люди, ну, христиански ориентированные и более или менее интересующиеся, или более или менее интересующиеся христианством. Я задаю банальный вопрос по Нагорной проповеди. Нагорная проповедь – это заповеди блаженства. Есть только у Матфея, у Луки разбросано по всему тексту, и Лука вообще ее называет проповедью наравнение. Ну, это, в общем, сейчас для нас и не важно. Как относиться к этой заповеди? Чего запрещает спаситель? И запрещает ли он что-нибудь? Еще раз почитать? Да, хорошо. Вы слышали, что сказано древними. Вы не слышали. Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, что погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Тут вообще очень много, если размышлять, просто размышлять, вообще взять привычку размышлять над словами Нового Завета, то можно выяснить очень много важнейших вещей. Вообще, например, я могу вам совершенно официально заявить, что такое, казалось бы, понятное учение о грехе, в высшей степени сложная штука. По одной простой причине. С некоторой точки зрения не только в вожделении женщин, мужчин. Спасибо. Опорная схема. Не только мужчина, здравствуйте, Вита, не только мужчина в вожделении женщин. Ну и вообще мы все в своих помыслах всегда остаемся греховными. Ну, например, я очищаю свои помыслы для того, чтобы, скажем, какая высшая цель христианского делания? А? Стяжание Духа Святого. Ну, можно сказать, чтобы обрести жизнь вечную. Связь с Богом. Я все советские опереты вспоминал, да, там, опять же, в той же оперете Малинина. Там, один герой говорит другому, когда отрыжка, это что? Это душа с Богом разговаривает. Вот ведь я разговариваю с Богом. Я абсолютный авторитет для всех остальных. Нет ли здесь угрозы для гордыни? Более того, как вы знаете, этой идеей пользовалось тысячи, миллионы, наверное, за всю историю человечества, всевозможных проповедников. Я с Богом разговариваю, поэтому всем не верьте. Мы с вами о гипнозе и манипулировании на следующей лекции будем разговаривать. Или вот, да, стяжание фаворского света, стяжание благодати. Сами подвижники, между прочим, всегда говорили, что в этом тут сокрыт дух гордыни. И он там сокрыт. На самом деле, вот это сувенир. Есть такая картинка Эшера. А вот есть такая в Бельгии фирма, которая делает такие сувениры. Я храню этот шарик. На самом деле, Эшер нарисовал плоский рисунок. А они сделали вот такую штуку. Так вот, на мой взгляд, вот это самое верное отражение состояния души человеческой вообще. Хотите, вот, ну, передайте, посмотрите. Как бы всем показать не смогу. Абсолютно за каждым нашим устремлением рядом прячется грех. Всегда. Это участь, например, сегодняшнего христианства. Смотрите, как христиан, правда, вдруг обуяла политическая гордыня. Они знают истину, а другие нет. И поэтому они знают, как жить, какие законы вводить, кого сажать. Но тут же, следующей строкой после вожделения следует что? Знаменитое. Кто помнит следующую фразу на горной проповеди, господа христиане? А следующая фраза «не судите и да не судимы будете». Я вас прошу такой тоже, уже другой, банальный вопрос из современной культуры. Очень важный, между прочим. Чем отличается эротика от порнографии? Схему, помните, да? Схему. Главную, руководящую схему. Девушки, бабушки и молодые люди. Чем эротика от порнографии отличается? Я серьезно. А в каких вопросах вы компетентны? Серьезно. Как по вашим ощущениям? Чем эротика отличается от порнографии? Отличается ли одно от другого? Наверное, отличается. Ну, чем не знаю. Ну, наверное, где-то там, где-то, в телевизоре она отличается. Наташа, давай. Давай, давай. Ты идешь. Я считаю, наличие эротики. С тем, что в эротике всегда есть что-то скрытое. То, что мы можем любоваться красотой, но мы не можем видеть ее до конца. А в порнографии это все представлено перед нами, и у нас тут зрители. Эротика. Я сейчас о гомосексуальных отношениях говорить не буду. Эротика всегда сохраняет некоторую тайну за женщиной. Да, эротика – это искусство частично обнажить тело так, чтобы вызвать не только желание мужчины, но и чувство красоты, притягательности. А чувство притягательности вызывает что? Только запретный плод. Загадка. Загадка, тайна. Порнография претендует на что? Открытость. Вседозволенность – это богатое слово. На самом деле, вот когда, наверное, в советской школе, в классе так, в седьмом, мне впервые сунули в карман пачку, знаете, таких самодельных порнографических карт, я помню, что у меня возникло жутко такое гадостливое впечатление. Правда, на самом деле у большинства оно и возникает. Ведь смотреть чистую порнографию первое время, к этому надо привыкнуть. Вообще говоря, еще совсем недавно любому практически воспитанному человеку, ну, то есть не вышедшему из леса, было достаточно неприятно. Порнография требовала определенного периода, ну, как бы прижиться к ней надо было. А почему? Потому что навязчивость. Да нет там никакой навязчивости Она бывает, порнография разная Более или менее навязчивая Длинная и короткая По классическим сюжетам, по детективным сюжетам Немецкая такая, знаете, с маршами радостными В общем, существует много разных Замечательных типов порнографии Я кино сейчас имею Чем отличается искусство от грязи Я пытаюсь у вас выяснить Кстати, в любом случае Просто мы сейчас можем чуть-чуть не туда уйти Хотите, поговорим отдельно Хотите, есть лекция у меня на эту тему в интернете Можете посмотреть Я другое пытаюсь Выяснить Таинство превратилось в шоу Таинство превратилось в шоу Но неприятно-то почему? Чем оскорбляет чувство? Ну, мы все знаем Что люди занимаются сексом Нас никто не принуждает Смотреть это дело по телевизору Или там искать сайты Соответствующие в интернете Мы на них натыкаемся Нам неприятно Мы выключаем, естественно Смотрите Происходит что? Порнография выделяет из человека Какую-то часть И В силу того, что она претендует На некоторый род искусства Претендует Она объявляет эту часть всем человеком Утверждая, что она раскрыла все тайны Тайна Мы сказали, да Непознанная по Франку Или Бог Как, собственно, и человек Не может быть выражен Или познан до конца Нет для человека Ничего более Неприятного Чем сказать Я знаю про тебя все Порнография Это просто-напросто Сведение Сведение человека К некоторой Функции В данном случае Сексуальной Да Ну, это примерно Такое же оскорбление Как сказать Я уж не буду выражаться Нецензурно Ну, как сказать девушке Там, ты проститутка Некоторые школьные учителя любят Все проститутками вырастить Что такое вообще оскорбление? Ну, по сути своей Даже в слове сволочь Нет ничего плохого Правда? Но это сведение Человека К некоторой части Мы вот кричим Все чиновники воры Однако Некоторые женщины Которые живут с чиновниками И некоторые чиновники Сами по себе Считают Что это, в общем Далеко не определяет Самого человека Целиком Сложная проблема? Сложная Но она же есть А слово вор Сводит человека Целиком К некоторой его части И тогда Появляются воры В законе Которые говорят А мы будем Эту часть носить С достоинством Мы в нее Вернем тайну И появляются Порнозвезды Эти порнозвезды Создают линии Модельной одежды Почему нельзя Вожделить женщину Когда это закон Биологии Да и вообще На самом деле Представляете себе Приходит Бог На землю И говорит Не вожделейте Друг друга И мы вяло Без всякого вожделения А по принудительной Обязанности Как это пытались Сделать В средние века И как это пытается Сделать Аскетизм Объявляем Это Занятие Запретное Не должно быть Здесь никакой Радости И не должно быть Здесь никаких Удовольствий Ну что произойдет Если все так Отреагируют Ну на самом деле Род человеческий Прекратится Через некоторое время Что такое Не вожделение Много ли народу Будут заниматься Сексом без желания А по обязанности Ну скорее Вы знаете Особливо тех самых Мужчин На которых Направлена Заповедь Точно На чужую жену Поговорили Поговорили Всякий Кто смотрит На женщину С вожделением Уже Прелюбодействовал С нею Это означает Что всякий Кто смотрит На женщину С вожделением Низводит Ее До секса До некоторой части Тела Только До сексуальных органов До так Принятого обсуждения Сегодня Мужской части Населения Ягодичных мышц Глаз Губ Груди Когда я Женщину Вожделею Я воспринимаю Ее Как куски Как мясо Как отдельные части Тела Которыми я хочу И имею право Воспользоваться Именно поэтому Так как я Воспринимаю Ее По частям То именно Поэтому И только Поэтому Христос И предлагает Для сравнения Но если ты Воспринимаешь Это дело По частям То тогда Вырви свой Глаз Отдельный И говорит Лучше для тебя Чтобы погиб Один из членов Твоих Он предлагает Если ты хочешь Кусок Женщины То вырви свой Кусок И посмотри Какого тебе Будет Чего может быть Нагляднее Это Он пытается Сказать Действительно Крамольную Для того времени Вещь Высшей степени Крамольную Он пытается Сказать Что женщина Человек Что нельзя Ее воспринимать Как сексуальное Мясо Вот собственно И все Более того В отличии Чем новая Это заповедь Мне кажется Очевидно Должно быть Я еще раз Повторюсь Это заповеди Блаженства То есть Заповеди Свободы То есть Это заповеди Которые В которые Христос Не говорит Я Если ты Гад Захочешь Женщину Я приду И вырву тебе Глаз Или тебя В суд Это ты Должен Сам Увидеть Это в себе И сам себе Оторвать То что тебе Хочется Попробовать Да То есть Это ты Должен Наблюдая За собой Выяснить Ты Всего лишь Вожделеешь Женщину Более того Из этого Именно из того Что Все 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 Мужчины Смотрят На всех Женщин Всегда Первая Реакция Хочу Или не хочу Все остальное Потом Именно Поэтому Этот Пример Взять Для того Чтобы Произнести Не судимы Не судите Да не судимы Будете Поскольку Все Такие Потому что Дальше Вся Дележка Начинает Идти Да По большей Части Из-за Тех Женщин Поскольку Кто Святее Это Очень Хорошо Известно Из Мини Истории Например Современной Психотерапии Там же Тоже Тоже Свои Святые Свои Авторитеты Кто Святее Тот Имеет Больше Права На Женщин Которые Его Окружают И Это К сожалению В общем Тоже Очень Древний Да Отнюдь Не Новое Какое Какое Свойство Которое Появилось В Истории Наоборот Тогда Все Было Куды Как Глубже Что происходит При вожделении Ну это можно Достаточно Просто Показать Мы воспринимаем Мы начинаем Мыслить Только Об отношениях Внизу Да Вот Поэтому Кругу Здесь Ненарисованному Могу Нарисовать Повдоль Половых Органов Еще Один Кружок Мы Сводим Жизнь К этому И Никого Это Не устраивает В общем То Ни Мужчин Ни Женщин Кто Кому Из вас Знакомы Влюбчивые Мужчины Ну Которые Там Часто Изменяют Женам Где шарик Будет держать Вот так положено Спасибо Запомните этот шарик Это картинка Взаимоотношения Греха И добрых Устремлений Биологического И Человеческого Божественного И природного Это если хотите Помните нашу Первичную схемку Простейшую Метафизика И физика Вот это Взаимоотношения Физики И метафизики Ну так Я Какие-то все Ни один Кто из вас Дамы Не знает Мужчин Которые Часто Изменяют Правда Вот Как бы Нередкость Скажите Мне пожалуйста Часто Изменяющие Мужчины Они что Хотят Они Зачем Так Это Безобразно На себя Ведут Ну Кто Чего Интересно Каждый Хочет Чего-то Своего Хотя С другой Стороны Так Левну От женщин Можно Хотеть Правда Во Во Но Я-то Имел Ввиду Очень Простую Вещь Они Чего Больше Ищут Секса Или Любви Некоторых Чувств Я вот С этим Не согласен Потому Что Ну Давайте Я На Примере Немолодых Мужчин Ну Там Скажем Когда Тебе За 50 Да Высшей степени Трудно Представить Себе Что Бывает Что-то Принципиально Новое Понимаете Какая Штука В сексе Вот Ну Трудно Но Тем Тем Сковородка 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 Даже Лучше Я хочу Сказать Что мы Приедаемся Друг Другу Да В этом Очень много Всякого Разного Но Дело Не просто В однообразии На самом деле Для чего Мужчина Ищет Женщин То А Утвердиться Он хочет Доказать Свою Значимость Еще Чего Хочет Восхищение Хочет Ему Хочется Даже Не столько Чтобы ему Сказали Какой Ты Замечательный Да Сколько Дали Почувствовать Что можно Было Почувствовать Что ты Действительно Замечательный А не Полное Говно Как дома Которое Там Не так Пахнет Мало Денег Приносит Там Не знаю Ребенком Не занимается Чего Оно Еще Не делает В общем Ну Как Ни В одну Дугу Не годится И Дело Не В осуждении Жен А Дело В том Что Это Некоторая Система Взаимоотношений Становится Привычной Я Прихожу Домой Мне Говорят Ну Вот Что-то Типа Козел Они Говорят Иногда Даже Говорят Какой Ты У меня Замечательный Засыпает Какой Замечательный У меня Вот Поэтому Мужчина В первую Очередь Я Сейчас Не говорю О том Что На самом Деле Все Эти Страсти Они Тоже Как правило Чрезвычайно Приземленные Но Они Все равно В первую Очередь Уверяю Вас Для людей После Сорока Не Столько Сексуальны Человек Хочет Чего-то Что Находится Выше Пояса Все равно Выше Пояса И В любом Случае Он После Сорока Это Ему Уже Все равно Не 23 Он Все равно Как Зайчик С утра До ночи Сексом Заниматься Уже Не Может И Значимости Ему Хочется После Сорока В первую Очередь Потому Что Он Потерялся Он Потерялся Да Земную Жизнь Пройдя До Половины Я Очутился В сумрачном Лесу Сумрачный Лес Мы сейчас Называем Кризисом Сорокалетник Он Бывает У всех Это Означает На самом Деле Весь Этот Кризис Означает Что Нужно Из Привычного Вот Этого Ниже Пояса Искать Что Ищем Искать Мы Сами Это Не умеем Несмотря Кстати Говоря На наличие Ну скажем Потрясающих Текстов Нового Завета Я уж Не говорю О Дантоне Нужно Двигаться Сюда Мы говорим Пришла Пора О душе Подумать Но я О душе Думать Не умею Меня Никто Не научил Поэтому Пусть За меня Думает Женщина О душе Она Знает Что Меня Там Музей Меня Навадить В театру Сводить Вовремя Комплимент Сказать Я просто Хочу Сказать Что это Все равно Потребности Души Нет Конечно Секс Тоже Хочется Каких-то Новых Ощущений Это Понятно Но Все равно Уверяю вас Что это Не главное Потому что Мужчина Точно Знает Любого Спроси Он вам Скажет Что Даже Если Эти Ощущения Вот Сейчас От Новой Женщины Супер Острое Они Через Две Недели Максимум У мужчины Старше 40 лет Станут Уже Не такими Острыми Чего Не хватает Даже Вот Замечательно Мне сегодня Валя Сказала Если бы Не Валя Мне бы Это В голову Не пришло Вот Обратите Внимание Как Замечательно Это Показывает Комплимент Ну В каких-то Давайте Говорить Привычных Нам Рамках Если я Говорю Незнакомой Женщине Ох Какая Вы Красивая Я Заигрываю Правда Ну Какая-то Форма Заигрывания В этом Есть Пусть Минимальная И Вы Если вы Мне Говорите Ох Александр Геннадьевич Какой Красивый У вас Голос Или Какой Вы Красивый Ну Помечтать Приятно Как Хочу Хочу Твою Красоту Не Сказать Да Потому Что В этом Как Только Я Делаю Комплимент Какой-то Части Я Демонстрирую Вожделение Не Любовь Не Любовь А Вожделение Да Какие Ноги Выше Ног Все Отрезано Я Уж Не Стану Говорить О Мужских Пословицах Сегодня Так И Быть На Твою Бежалюсть Это Всегда Да Это Всегда Остро Чувствуется Некоторая Неловкость Вот Когда Делаешь Комплимент В глаза Это Человека Ну В норме Да В нормальных Каких-то Какой-то Системе Отношений Я Не Говорю Про Там Да Отношения С эстрадной Звездой Это Человека Слегка Смущает Почему Смущает Ну Потому Что Это Говорит Незнакомый Человек Да Это Говорит Человек Который Адресуется Опять Какой-то Части Меня Которую Я за собой Может и не Чувствую Но Какую я за собой Красоту Особую Чувствую Душ Понимай Не Нарываюсь На комплимент Я просто Говорю Да Что Даже Когда нам Говорят Ох какой вы Красивый Это ведь не Есть информация О том Что мы Красивые Правда Это Как бы В общем Все Сложнее Это Смущает Потому Что Как будто Когда Из тебя Выделяют Часть Прикасаются К чему-то Интимному Нет Я сейчас Не говорю Это же Нормальный Процесс Человеческого Общения Просто Вот Я обращаю Ваше Внимание На некоторые Детали Которые Тут Существуют Они Очевидны Но Они Существуют Чего Не Хватает Ну Недаром Женогорная Проповедь Называется Заповедями Любви Да Вся проблема В том Что есть Вожделение Нет Любви А что Такое Любовь У нас Есть Много Замечательных Слов Которые Мы Очень Любим Произносить Ну Например Вот Такое Слово Как Ответственность Она Чем Отличается От Любви Посмотрите Как Замечательно А Любовь Больше Фиг Ее Знает Число Просто Я не Думаю Что Есть Такие Категории В которых Вообще Делить На Больше Меньше Очень Трудно Очень Часто Когда Люди Говорят Мужчина Должен Нести Ответственность За Семью Они Ровно Ту же Самую Любовь Имеют Ввиду А что Они Имеют Ввиду Ну Что Я Люблю Семью Но При Этом Денег Не Приношу Не Работаю Пью Сплю Со Вся Женщиной Которая Мне Попадется Это Что Любовь У меня Такая Нет Конечно Не Любовь Ну Как Мы С вами Определили Понятие Любовь На Первой Лекции Кто Помнит Или Вы На Эту Чушь Не Обращаете Внимания Таинство Это Что Значит Тогда Все Все Конец Котенку По одной Простой Причине Мне Кажется Что Еще Раз То Что О Чем На Прошлой Лекции Говорили Самая Большая Беда Современного Человечества Заключается В том Что Мы Абсолютно Никак Не Умеем Говорить О Чувствах Ну По Крайней Мере Российского Человечества Западного Тоже Потому Что Мы Очень Любим Что То Назвать Тайной Но Тайна Между Прочем Описывается Чем Описывается Тайна Я Что Ближе Всего К Тайне Поэзия Сказка Миф Они Ближе Всего К Тайне Притча Именно Поэтому Христос Не Пишет Догматического Богословия А Рассказывает Притчи Сказки Фактически Истории Они Ближе Всего К Истине Потому Что Истина Не Расчленяется На части И Более Того Существуют Способы Описать И Любовь И Ответственность Так Чтобы Эту Тайну Все Рано Было Невозможно Разгадать Я ее Описал Вам Так Как Смог На первой Лекции Как Одно Из Базовых Понятий Да Ты во мне Я в тебе Это Присутствие Буквальное Одного Человека В другом В чувствах В ощущениях А все Остальное Тайна И Оно Есть Тайна Потому Что Это Присутствие Никак Более Подробно Описать Нельзя Я За 100 Километров От Тебя Но Я Чувствую С тобой Что-то Не Так Ты Заболел Ты В Кого-то Влюбилась Я Говорил Что Левистрос Назвал Похожее Ощущение Партиципации Ой Сори Леви Брюль Назвал Похожее Ощущение Партиципации И к концу Жизни Пришел Что это Одно Из Главных Состояния Человеческих Это Он Описывал И я вам Рассказывал На примере Того Как Одно Из племен Чувствовали Люди Одного Из племени Чувствовали Себя Правда Одновременно Людьми Членами Племени И попугаями Ара Они были В попугаях Попугай в них Я в тебе А ты во мне Непостижимая Загадочная Вещь Которая Тем не менее Является Самым древним И верным Для всех Культур Описанием Любви Я всегда Пытаюсь Объяснить Скажите мне Пожалуйста Люди Как один Человек Может понять Другого Что такое Встав на его Место Что такое Встав на его Место Это Золотое Правило Нравственности Которое Мы только Что Прочли Оно Следует Дальше 12 Стих 12 Нагорной Проповеди И так Во всем Как хотите Чтоб с вами Поступали Люди Так поступайте И вы С ними Ибо В этом Законы Пророки Это Золотое Правило Нравственности Которое Тоже В общем Во все Времена Описывалось Человеком Что такое Встать Встать На место Другого Человека Не Я не Против Все Точно Но Что Это Значит Пытаюсь Представить Буквально Какого-то Человека Внутри Себя Пытаюсь Воображение Конечно Я же От того Что я Встану На его Место Физически Я же Ничего Да Я выгоню вас Сейчас Со стула Я сяду На ваш Стул Ну и Чего Я Представлю Это все Очень просто Ничего Сложного Нет Мы делаем Это Или не Делаем Средне Ежеминутно Я представляю Вас Себе В воображении Да Я Не знаю Пытаюсь Так же Расположить Плечи Иногда Это происходит Чисто Интуитивно Я Начинаю Для того Чтобы вас Понять Если я Правда Пытаюсь Вас Понять Дышать В одном С вами Ритме Я Пытаюсь Так же Держать Голову И Размышляю Что вы Можете Испытывать Что вы Чувствуете Что бы я Почувствовал На вашем Месте Представляю Я себе Воображение В некотором Идеале Который Мы Называем Влюбленность Это происходит Автоматически Я очень Люблю Об этом Рассказывать Но Это Классические Такие Психологические Исследования Они Связаны С тем Что Влюбленность Тоже Изучало Огромное Количество Психологов Они Прятались В барах Вот В ресторанах Ночных Клубах И Снимали Подсматривали Затем Как ведут Ведут себя Влюбленные Парочки Когда Происходит Знакомство И когда Они Сближаются Друг С другом Что происходит Там есть Своя Система Законов Сначала Молодой Человек Смотрит На Женщину Женщина На него Не реагирует Потом Отвечает Взглядом Потом Они Начинают По Бару Циркулируя Постепенно Приближаться Друг Друг Случайно Якобы Случайно Потом Оказываются Друг Напротив Друга Он Задает Ей Какой То Вопрос Она Ему Отвечает Потом Они Опускаются За Один Столик И Начинают Поворачиваться Друг Друг Коленками Когда Коленки Развернуты Постепенно Это происходит Очень постепенно Когда мы Разворачиваемся Друг Друг Это значит Мы доверяем Друг Друг Мы Открываемся Друг Друг А потом Очень многие Это помнят У влюбленных Исчезает Время Они Оказываются В трансе Которые Психологи Называют Трансом Синхронизации Время Исчезает Летит Мгновенно Люди О чем-то Разговаривают Но как правило Не помнят О чем Они погружены Друг В друга Ну На самом деле Когда мы Говорим О подлинной Яркой Влюбленности Мы говорим О Том же Транс Синхронизации Просто Мы Этого Не читали Поэтому Не знаем Что это Такое И я Я вас Уверяю Что В первую Очередь Мужчины Которые Казановы Они В первую Очередь Ищут Не Сексуального Успеха Во всяком Случай В версии Феллини Казанова Был Именно Таким Они Ищут Вот этого Транса Синхронизации Этого Очень Странного Ощущения Которое В сущности Есть Любовь Почему Почему Они Ищут Почему Мы Ищем Этого Транса Я Уже Читал Да Ну Я Напомню Еще раз Соловьева Четвертая Статья О любви Само По себе Ясно Что Пока Человек Размножается Как животное Он И умирает Как животное Но Столь же Ясно С другой Стороны И то Что Простое Воздержание От Родового Акта Нисколько Не избавляет От смерти Лица Сохранившие Девство Умирают Умирают Из копцы Ни те Ни другие Не пользуются Даже особой Долговечностью Скорее Наоборот Это и понятно Смотрите Слушайтесь Смерть Вообще Есть Дезинтеграция Существа Распадение Составляющих Его факторов Но Разделение Полов Не устраняемое Их Внешним И приходящим Соединением В родовом Акте Это разделение Между мужеским И женским Элементом Человеческого Существа Оно Есть Уже Само По себе Состояние Дезинтеграции И начала Смерти Пребывать Пребывать В половой Раздельности Значит Пребывать На пути Смерти А кто Не хочет Или не Может Сойти С этого Пути Должен По естественной Необходимости Пройти Его до Конца Бессмертным Должно Должно Быть Соединено Должно Быть Заменено Истинным Соединением А никак Не воздержанием От всякого Соединения То есть Никак Уж Не стремлением Удержать Ин стату Кво Разделенную Распавшуюся И следовательно Смертную Человеческую Природу Помните Мы все время Говорим О том Что Человеку Хочется Чего-то Большего Чем он Представляет Собой В физическом Существе Женщина Женщина же Никогда не знает О чем она Говорит Когда она Говорит Да мужчине Мне хочется Любви На самом деле Она сообщает Что ей хочется Чего-то Большего Чем физиология Или даже Более или менее Дорогая Шмотка Она не может Выразить И найти Это больше Так Как будто Ни Нового Завета Ни мировой Поэзии Ни того же Владимира Соловьева С Николаем Бердяевым Никогда не существовало Она просто Не знает О чем она Говорит Карл Юнг Назвал это Больше Буквально Буквально Это Его слова Самостью А мы с вами Обозначили Место этой Самости На схеме Акт любви Дает Человеку Это ощущение Большего Расширения Собственных Границ Акт любви Это Соединение Когда я В тебе А ты во мне Правда? В прямом И физиологическом Смысле Во всем этом Не хватает Одной Детали Попытки Понять Что у этого Акта любви Коль скоро Этой любовью Занимаются Люди Не может быть И другого Психологического Духовного Высшего Какого Хотите Смысла Которая Означает Вот Ту самую Эмпатию Ту самую Партиципацию Или Ту самую Любовь Наши ощущения Непрестанного Присутствия Друг в друге Душами Душами Это с вашей Точкой Зрения Ну Собственно Говоря Да В общем Никто же Не возражает В книге Бытия Да Господь же Сказал Плодитесь Размножайтесь И стали Они Плодиться Размножаться Как известно Я ни в коем Случа Не против Опять Вся Суть В этом разговоре Смотрите Дама Говорит Для Продолжения Рода В чем Вопрос Это тот Вопрос В который Мы упираемся Сегодня на улицах Средне Ежедневно Наши дети Как зайчики Продолжают Это самое Как это Продолжают Род Человеческий Только Они забыли Что это не Род Животных Это не Род Животных Это не Разновидность Муравьев Это Род Человеческий Стало Быть Ему Нужно И другое Продолжение Кроме Непосредственно Биологического А мы Ведь Простите Разве Что Другое Обсуждаем Понимаете В чем Дело Вы Меня Простите Ради Бога Вы Не могли Бы Мне Объяснить Что Такое Осмысленное Отношение Мужчины Не Нужно Искать Женщин Ищите Женщины Ой Фу Ищите Деньги А женщины Вас найдут Сами Христианская Страна Причем Понимаете Какая Штука Вот Вам Слово Осмысленность Я Почему Об этом Вспоминаю Потому Что Для Целого Поколения Это Есть Смысл Ну Смысл И Никакого Другого И попробуйте Им Доказать Что Это Неосмысленное Поведение Девушки Ищут Принцев Которые Их будут Обеспечивать Это Фактически Узаконенная Форма Проституции Правда Никакой Альтернативы Духовной Мы им Не Предоставляем Вообще А как Только Мы Не умеем Не умеем Объяснить Или Как Как Поговорить О Заповедях Нагорной Проповеди То Сразу Получается Не Вожделей И Все А что Взамен Просто Не Вожделей И Все А дальше Вы мне Говорите Богатое Слово Смысл Смысла Полно Включаете Телевизор Там Один Сплошной Смысл Половых Отношений Потому что Если мы Пользуемся Каким-то Словом А смысл Чрезвычайно Богатое Слово То я Вам Хочу Сказать Что Все Зависит От того Умеем Ли Мы Вкладывать Хоть Какой-то Смысл В чувства В ту Самую Половую Любовь Вот Смысл Бердяев Очень Коротко Смотрите Высший Мистический Смысл Половой Любви Мужской Имеется Не в поклонении И боготворении Женщины Как красоты Вне Лежащей А в Приобщении К женственности В слиянии Мужской И женской Природы В образе И подобии Божьем В андрогине Очень Сложно Но тут Есть Вот это Гениальное Словосочетание Приобщения Что такое Мужское Приобщение К женственности Что Гармония Да Гармония Это точно Но все-таки Наверное Да Забота Которую Другой Философ Мартин Хайдеггер Считал Главным Экзистенциалом Наполняющим Смысл Человеческой Жизни То есть Вообще Главной Человеческой Главной Движущей Силой Психики Я просто Ту же Заботу Для себя Называю Любовью Правда И традиционно В культуре Это женское Свойство Речь-то Идет Конечно Бердяев Философ Богатый Словами В том числе Непривычными Нам Но речь-то Идет Всего-навсего О приобщении Мужчины К заботе О мире К заботе О своей Семье К женским К женским Качествам Изначальной Первичной Человеческой Души Наверное Если бы Он писал О женщине Он мог Сказать Об ее Приобщении К мужскому Это что значит Я Извините Я сейчас Буду Опять Мне кажется Что я уже Обзанудил Зачем Нужны Два Пола Чего Столько Сложностей Безумных Глупостей Столько А Люди Да что с вами Почему Не может Это моя Любимая Тема Почему Не может Сидеть Александр Геннадьевич А у него На плече Будет расти Такой Маленький Александр Геннадьевич Тоже в очках Почему Гидра Сидит В болоте Нормально Миллионы лет Сидит Вообще Очень хорошо Сидит Потому что Кто-нибудь Снесет Почек Потому что Александр Геннадьевич Психиатр Потому что Он мужчина Потому что Как я не знаю В детстве Убила шпана Потом больные Теперь бьет Начальство Куда не попадет Да Как бы Отсохнет И отвалится Поэтому То ли бог То ли Если хотите Эволюция Как назовете Разделяет На два пола Ну если полов Понятно же Что если полов Будет 16 То тогда Эта сложная История Нашего Нахождения Друг друга Она станет Вообще Просто Есть у Брэдбери Такой рассказ Он называется По-моему 13 Они там Встречают На Марсе Одинокое существо Там 13 полов И им надо Как-то Собраться вместе Чтобы потомство Воспроизвести Вот И Если я правильно Помню название Тело было давно Вот И Как бы Очень просто Все Мужской пол Предназначен Для исследования Внешней среды Он Предназначен Для того Чтобы сталкиваться С внешней средой Сопротивляться И И приносить Информацию Об изменениях Этой среды Потомству Поэтому Уважаемые господа Не бывает Мужчин Которые Не может быть Мужчин И счастлив Которые Будут счастливы Хорошей семьей Только Не бывает Или они сделают Как в свое время Никитин Из этой семьи Профессию То есть Будут Книги писать О воспитании Там То есть И не бывает Женщин Ну Бывает Но Это Скорее Редкие Исключения Которые Бывают Счастливы Только Одной Работой Да Я знаю В общем Не одну даму Супер Успешного Бизнесмена Ну Все что угодно Но Если семьи И детей Нет Счастливыми Они себя Не чувствуют Удовлетворенными Жизнь Я не стану Сейчас Так как Лекция Посвящена Не этому Я не стану Да Говорить О подробностях В инивансах Но Тем не менее Какие-то элементарные Вещи Мы же должны Понимать Хотя бы В отношении Когда мы Находимся В Браке Да Вот без этого Жить нельзя Ну Как минимум Да Женщина должна Делать вид Что она Интересуется Делами Заботами И работой Мужа И как-то Поддерживать его Это вроде бы Очевидная вещь Но это и есть Приобщение К мужественности Точно так же Как женщина Абсолютно Справедливо Считает Что Мужчина Должен Участвовать В воспитании Детей Ну хотя бы В какой-то степени Правда Что мужчина Должен Там Заботиться Об уюте Хотя бы В какой-то степени То есть Когда мы Вступаем В отношения Близкие И начинаем Жить В браке Мы автоматически Оказываемся Не только В сексе В условиях Партиципации То есть Я пытаюсь Приобщиться К женскому И понять Что чувствует Женщина В тех или иных Ситуациях А мужчина Пытается А женщина Пытается Приобщиться К мужскому Понимая И без разума Тоже никак Не получится Правда Продолжение Рода Понимая Что мужчина Иначе не может Если он Не будет Как-то Хоть какое-то Уважение Получать Из внешней среды Не из среды Семьи Оттуда То он Не будет Чувствовать Себя Мужчиной И начнет Если женщина Не поможет Ему Как-то Укрепиться В этой Внешней среде Не поддержит Его морально А как Она еще Может То он Через Некоторое Время Может Начать Поиск Других Партнерш Исключительно Никакого Секса Исключительно Для самоутверждения Они Для него Станут Той самой Внешней Средой Которую Надо покорить Если он Хорош Собою Да И Умеет Держаться То они Будут Доказывать Ему Что он Что-то Стоит Во внешнем Мире И более Того Он будет У него Функция Такая Он будет Уходить С семьи И в нее Возвращаться Все время Как побитая Собака Просто потому Что Вот эту Вот Значимость Необходимость Его значимости Во внешнем мире Семья Не поняла И не признала Не помню Поскольку Маслова Сам от нее Отказался Отказался Маслова От нее Отказался Сказал Это я Пошутил Но шутка Застряла Ну Почитайте Маслова Все Я столько Раз Просто Говорил И писал О пирамиде Маслова Что больше Не могу Сейчас О пирамиде Не будем Я хочу Сказать Что Пирамида Не работает Это очевидная Вещь И вот почему Очень просто Люди Не добившиеся Ни комфорта Ни безопасности Все время Лезут во что-то Святое В революцию В познание Бога В мистику Магию Куда угодно А Никак не обеспечено Ни комфорт Ни безопасность Ни продолжение Рода Поэтому Не работает Пирамидом А слово Это сразу Практически Призна Все зависит От того Вот эту Самую Любовь Мы с вами Хотя бы Как-то Понимаем Или нет Ну куда уж Больше Чем сказать Царство Небесное Внутри Вас Есть Или как Апостол Павел Уже Не я Живу Да Это Послание Кремлянам А Христос Во мне Обратите Внимание Не Иисус Кто в нем Живет Спаситель Он в спасителе И спаситель В нем Как же иначе Можно жить Человеком У нас же Нет другого Опыта Расширения На самом деле Мы можем Только Заниматься Фактически Или я говорил Апофатической То есть Очищающий Отрицающий Мир Практикой Или если Мы остаемся В миру И дальше Помните Что дальше Следует Матфея Ну все Помните Да И один Из них Законник Искушая Его спросил Говоря Учитель Какая Наибольшая Заповедь В законе Иисус Сказал ему Возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим И всею Душою Твоею И всем Разумением Твоим Сия Как Ближнего А как Ближнего Это Возлюбить Его Надо почувствовать В себе Как Бога Какой Для этого Есть Образец Удивлялся Владимир Соловьев Точно так же Как испуганно Сейчас Это Оруя Только Один Секс Когда Я В тебе А ты Во мне Василий Розанов Потом Его повторит Слова Игердяев Тоже Ну Василий Розанов Бунтарь Известный Очень Удивлялся Тоже Он Говорил Что Поразительная Вещь Мы Вообще Не Обсуждаем В нашей Культуре Половую Жизнь Человеческую Или Мы Только Два Аспекта Обсуждаем Или Разврат Или Аскетизм А где Семья Что За Фарисейство Такое Я Можно Почитаю Потому что Я Очень Люблю Ну Я надеюсь Вы Найдете Вообще Очень Интересно Вообще Очень Интересно Как 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 Философы Тем более Христианские Общаются Любим 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 Женщины Правда Поэтому Вот Письмо Бердяева Будущей Жене Будущей Людмиле Рап Она Потом Стала Женой И Всю Жизнь С ним Провела С ранних Лет Вопрос О поле Казался Мне Страшным И важным Одним Из Самых Важных В жизни С этим Связано У меня Очень Много Переживаний Тяжелых И Значительных Для всего Существования И Всю Жизнь Я Думал Что Тут Есть Что Мистическое Что Пол Имеет Значение Религиозное Мне Кажется Что У У нас С тобой В этом Отношении Слишком Различный Опыт И Меня Пугает Это У Тебя Как будто Еще Дремлет Пол Ты Как будто Еще Бесполое Существо И Мне Страшно От Мысли Что Я Может Быть Не Смогу Разбудить Его В Тебе Ну Мне Просто Ужасто Да Приятно Вот Это Как То Действительно Ну Как Философы Объясняются В Любви Тогда Я Пойду По дороге Полного Вырождения Прямо Физического Вырождения Как бы Ни был Силен Душевный Подъем От наших Отношений Сейчас Наши Отношения Почти Бесполые Слишком Дружеские Дружеские Детские Слишком Бескровные И постные Но Тогда Почему же Нам не быть Просто Друзьями Ты Человек Очень Чистый И Может Быть Не Поймешь Подпольной Половой Психологии Ты Вот Очень Увлекаешься Пшебышевским Я Просто Тоже Очень Увлекался Пшебышевским И Ценишь Его А Ведь Все Его Творчество Окрашено В Кровавый Цвет И Изображает Проклятие Пола Его Власть Над Человеческой Природой Я Это Проклятие Тоже Чувствую Но Я Хочу Спастись От Него Я Хочу Осветить Свой Пол Потому Что Знаю Что Отрицание Пола Есть Такое Же Страшное Вырождение Как И Разврат И Вот Слушайтесь В эти Слова Это Откровенное Частное Письмо Отрицание Пола Есть Такое Же Страшное Вырождение Как Разврат Аскетизм Есть Разврат Бессилия Пишет он У меня Есть Внутренне Глубоко Интимное Верование Что Настоящая Религиозная Мистическая Жизнь Всегда Аргоистична А Аргиазм Могучая Сила Жизни Связан С Половой Полярностью Половая Полярность Есть Основной Закон Жизни И Может Быть Основа Мира Это Лучше Понимали Древние А мы Отвратительно Бессильны И от этого Вырождаемся Все больше И больше Ведь дело Не в том Чтобы ты согласилась Жить со мной С физической Близости Этого Страшно Мало И этого Нельзя Принять Если ты согласна Быть моей женой Для меня А не для себя Для того Чтобы я был Удовлетворен Чтобы мне Не было Плохо А не потому Что ты хочешь Иметь меня Своим Мужем Для себя Я не могу Рассматривать Бесконечно Близкую Мне Женщину Как Инструмент Для удовлетворения Своих Потребностей Я бы Считал Более достойным Прибегнуть К проституции Хотя Я содрогаюсь От одного От одного Этого Слова На половую Жизнь Нельзя Смотреть Со стороны Она Возможна Только тогда Когда Обе стороны Забываются Когда Каждый Хочет Другого Не может Жить без Другого Когда Два Должны Слиться В одно И не Могут Жить Иначе Я Думаю Тоже Слушайтесь Что Не только Человеческая Плоть Но и Человеческий Дух Имеет Свой Пол Что Половой Характер Духовной Индивидуальности Существует Не только В этом Мире Но и В других Мирах Страшна Та Вечная Истина Что Для Мужчина Является Несмываемым Оскорблением Если В близкой Ему Женщине Он не Может Разбудить Инстинкт Пола Если Он не Может Ее Заставить Желать Себя А Отношения Эти Не Могут Не Должны Быть Механическими Это Радость Жизни Ее Источник Показатель Ее Силы Иногда Мне кажется Что И у Меня Самого Слишком Бесполое К тебе Отношение Что Я Не Умею К тебе Подойти Не Знаю Тебя Как Женщины Прости За Мои Подпольные Мысли И Чувства Но Я Должен Тебе Их Сказать Ответь Мне Пожалуйста Но Помни Что Я Люблю Тебя Безмерно Киев Сентябрь 1904 Года Как вам Это письмо Есть ли сомнения в том Что духовный пол Существует Ну конечно Существует Мы же Разные И Можно Называть Вот то О чем я Говорил Столкновение С реальностью Забота О потомстве Биологической Функции Но Ведь человек На то И человек Чтобы Эта функция Стала У него Духовной И все Зависит От того Жизнь Складывается По разному Мы умеем Например Что то Похоже Детям Рассказать Или мы будем Рассказывать Что У нас Есть только Два варианта На самом деле Первый Мир им Правит Желание Мир им Правит Я хочу Второй Попытаться Как то Своим Языком Той Поэзией Которую Мы знаем Передать Это ощущение Ты во мне А я в тебе Потому что Обратите Внимание Только так Возможна Ответственность Вот То самое Человеческое Чувство Потому что Потому что Если я хочу Женщину Даже женюсь На ней Но не люблю То есть Вот как бы так Переворачивая Слова Бердяева Если я использую Я использую ее Как инструмент Для удовлетворения Своих потребностей То я что делаю Уезжаю в командировку Да Покупаю В дорогом Сексуальном магазине Железные трусы Замком Сажаю Двух дюжих Охранников Я к чему Это рассказываю Или сам иду Изменять Я к чему Это рассказываю Я рассказываю К тому Что если Вот этой самой Любви Или этой самой Партиципации То есть Каких-то размышлений Друг о друге Попытки Подумать Смотрите Не о том Что человек Нам должен Или не о том Что должна Женщина Или должен Мужчина А если мы Учимся Размышлять О том Что человек Чувствует То есть Любим Только тогда У нас возникает Ответственность А все остальное Это не ответственность А технологии Власти Да Я богатый человек На тебе женился Фактически Я тебя купил И теперь Я имею право От тебя требовать Что хочу Ответственность Это Ты ни в коем случае Согласитесь Я думаю Со мной Вообще За свободного Человека Невозможно Чувствовать Ответственность Его можно Не за него Это очень часто Мы с этим Сталкиваемся В повседневной Жизни Ну те Кто кем-нибудь Руководил Или пару раз Бывал замужем Руководил даже Небольшим коллективом Там Бригадой Например Те знают За человека Невозможно Отвечать Он может В любой момент Выкинуть Любую Глупость Поэтому Начальники Постепенно Это Об этом Фром Описывал Превращаются В садистов Так называемый Бюрократический Садизм Всюду Камеры Контроль Рабочего Времени Чек На входе Чек На выходе Тут Никак не может Быть ответственность Да Потому что Чем сильнее Контроль Тем сильнее Желание Человека Из него Выпрыгнуть Это Не ответственность Это попытка Командовать А отвечать За человека Можно Только Когда его Любишь И никак Иначе Нет Другого Способа Только Тогда Ты более Или менее Понимаешь Что ему Нужно Сказать Когда Промолчать И каждому Человеку Который Имеет Опыт Жизни В семье Это Известно Только Как-то Это не Принято Мы Не Любим Это Формулировать Словами Почему-то Хотя Чего Тут Такого Секретного Вот почему Назначение Женщины Конкретно Воплотить В мир Вечную Женственность То есть Одну из сторон Божественной Природы И этим Путем Вести мир К любовной Гармонии Красоте И свободе Дело Это Не меньше И не хуже Всех Мужских Безобразий Женщина Есть Произведение Искусства Пример Творчества Божьего Быть Данте Это Высокое Призвание Но Не менее Высокое Призвание Быть Беатриче Беатриче Равна Данте По величию Своего Признания В мире Она Нужна Не менее Данте Для Верховной Цели Мировой Жизни И Как вы Понимаете Сам Данте Это Всегда Признавал Сила Женственности Играла Огромную Не всегда Видимую Часто Таинственную Роль В мировой Истории Без Мистического Влечения К Женственности Мужчина Чем Чем я Я Я Прошлый Рас Сказать Но Прекрасная Дама Вечная Женственность Не Может Оставаться Отвлеченной Идеей Она Неизбежно Принимает Конкретную И Чувственную Форму Без Этого Начала Половой Притягательности Жизнь Превратилась Бы В сухую Отвлеченность В скелет В бездушный Механизм Что и делает Порнография Она Пытается Сделать Секс Механикой Да Так и Говорят Сексуальная Механика Технология Однако Как только Остается Только Одна Эта Технология Мир Лишается Культуры Можно Сказать Даже Больше С точки Звения Библии Я бы Сказал Бог Творит Мы тоже Немножко Задевали Это На прошлой Лекции Бог Творит Мир Из Его Женственности Ну а Действительно Вдумайтесь Не было бы Женщин Разве Возникла бы Великая Культура Живопись Рембрандт Да Винчи Даже Несмотря На Мифы О нем Чайковский Ну в общем Есть разные Легенды О чайковском Михаил Чехов Вспоминал Что Мифы О чайковском Возникли Возникли потому Что У него был Принцип Он спал Со всеми Женщинами Которые Крутились Вокруг Но только Один раз Поэтому Раз Говорила Вы Возмутились Прекрасная Дама Женственность Не может Оставаться Отвлеченной Идеей Она должна Принимать Вид конкретной Маши Или Беатричи Потому что Иначе С ней Невозможно Иметь дело С женственностью Вообще Человек Не может Любить Непознанное Чем более Оно Непознанное Тем больше Человек Его боится Поэтому Для того Чтобы Первая Заповедь Блаженства Которую Вы только Что Слышали Возлюби Господа Бога Твоего Стало Возможной Господь Бог Должен Вочеловечиться И приобрести Земную Форму И вид Человека И имя Человеческое Тогда его Можно любить А вот Этот Кружок Из которого Мы все Болтаемся Любить Нельзя Его можно Бояться И в этом Колоссальная Разница Между Ветхим И Новым Заветом Любить Можно Беатрича И через Нее Как Через Тот Циркуль Которым Бог Помните Черту По лицу Бездны Проводил Видеть Устройство Вселенной Об этом Божественная Комедия Через Вот Этот Транс Синхронизации Через Это Увеличение Человеческой Души Можно Пройти К Богу Только Вот Здесь В этой Связи Должно Стоять Не абстрактное Ничто Утверждает Христос А образ Живого Человека Имя Как утверждают Имя Славцы Без имени Никуда Имя Славе Не моя тема Для сегодняшнего Разговора Поэтому Существует Вот эта Мистическая Иерархия И от этого Все время Бердяев Обвиняет Бесполость В бессилии Вся проблема В нашем Черно-белом Мышлении Мы все время Видим Либо-либо Либо секс Либо Духовность Есть Духовность Нет Никакого Секса Есть Секс Нет Духовности А на самом Деле Это полная Чушь Просто по той Простой Причине Что есть Две Природы У человека И никуда От этой Двухприродности Невозможно Уйти Что такое Беатрича Для Данте Ну можно говорить Опять же Абстрактные слова София Вообще Можно называть Данте мерзавцем Что он так и не захотел Вступать в отношения Ему правда Никто не предлагал Но Петрарке же Предлагал Римский папа Типа Прочитал стихи Пустил слезу Сказал Ну что ты так маешься По этой лауре Давай я тебе ее разведу Петрарка отказался В общем Это отдельная история Но что же все таки Такое для Данте Беатрича Вот это чувство Керосин Чего Керосин Бензин Бензин Опять понимаете Какая штука Вы все время Про гормоны Вы все время Про Фрейда и Лебедо Христианские мои На самом-то деле Потому что Ну Я хочу сказать Что на самом деле Все же просто очень Она для него София Или в вечность Ну хотите понятнее Образ вечности Из которого он 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 же сказал Что в этом чувстве Я стал богом В котором он Берет циркуль И рисует Своё мироздание А она При нём Была Художницей Художницей Об этом Данте В первую очередь И об этом Чего-то Все время Мы Спотыкаемся Как-то Все время Спотыкаемся Зачем Нужна Любовь Мёртвая Тишина А это Зачем Нужно Чтобы жить Хорошо Я всё время Говорю Это кайф Такой Да Ну то есть В этом смысле Когда Мне например Алкоголики Говорят Что Вот Я напился Это молитва Это бог Можете послушать Опять же Там на сайте У меня висит Лекция в интернете Там один Прямо так и говорит Без всякой Моей подсказки Вы говорите Сейчас для кайфа Зачем нужен бог Для кайфа Ну чтобы жить хорошо Спокойно Уверенно Знать Есть бог Есть вечная жизнь Потому что Если нет Любви То нет Отношений К этим Если нет Отношений То нет И вы теряете Есть отношения Я хочу сказать Что Это же Вечный Тупик Ну вот Продолжили мы Род Размножились Дети Выросли И ушли Все Для этого Была нужна Любовь Жизнь На этом Заканчивается Можно Смело Не знаю Спиваться Вскрывать Себе вены Ну нет Конечно И в общем Мы любим Мы друг друга Не для этого Наверное Мы все время Забываем о том Что любовь Нужна Для продолжения Рода человеческого Для того Что Владимир Соловьев Называл Всеединством Или Бога Человечеством Любовь Нужна Как и вера В Бога Для делания Чего-то В мире Поскольку Если бы Бог мир Не любил Он не стал бы Его создавать Из себя Помните Мы до этого Договорились Когда обсуждали Роль жертвы Бог создал Мир Из себя Просто потому Потому что Больше было Не из чего И первым Он создал Женщину То есть Евреи В Талмудизме Называют Это Сосудом Это сложная История Очень Сложная Как бы Но Дело не в этом Дело в том Что он создал Сосуд Который Мог бы Дарить ему Любовь А сосуд Этот Должен Обрести Самостоятельность Потому что Если он не обретает Самостоятельность Нет любви Не запутались Нету свободы То это не любовь Это все те же самые Технологии Власти Любовь Это чувство Принципиально И абсолютно Свободное Я не про брак Обратите внимание Не про семью Я про любовь Нельзя любить По принуждению Или любить Только потому Что больше Никого нету Нельзя 90% браков Рушатся Я уж не говорю Полмолодые браки Именно поэтому Мы себе представляем Брак Как систему Несвободы А главное В браке Это искусство Отпускать друг Другу На свободу Потому что Без этого Невозможна Любовь Ну невозможно Я только что Это объяснил Это любовь Потому что Если мы говорим Что с этого Начался мир То есть Если Бог Творил Свободу То есть Творил мир Любя Потому что Это от Возлюби Ближнего Своего Как самого Себя Возлюбить Ближнего Можно уже Просто потому Что это Я и есть Не помню Кто Первый По-моему Франциск Осиский Если кто Если я не прав Пусть меня поправит Каждый раз Или Блаженный Августин Когда ты Убиваешь Другого Помни Что ты убиваешь Самого себя Это между прочим Основная мысль Достоевского В преступлении И наказании Если кто не понял Не ему Принадлежащее Но это Основная мысль Романа Вот Каждый раз Когда ты убиваешь Другого Ты убиваешь Самого себя Возлюби Ближнего Своего Как самого Себя Потому что Это ты И есть Только другой Ты Совсем другой Свободный Но ты И в глубине Души У него Подонка Подлеца Кавказца Еврея Все те же Самые Качества Он такой же Человек Как ты Потому что Сущностно Там В этом Большем В этом Самости В этом Христе Мы все Едины И понимаем Мы это В половой Любви Когда проваливаемся В друг друга И ищем Ни сознания Ни рациональности Ни разума А транса Вот этого самого Транса Синхронизации Возможности Отключить разум И почувствовать Другого Вобрать его В себя Сделать так Чтобы он Вобрал Меня В себя А что мы еще Хотим Мы хотим Провалиться В это единство В отличие от животных Способны Его почувствовать Животные Возможно Непрерывно В нем живут И понимают Это Поэтому Человек Самое Жестокое Животное Животное Хищник Никогда Не будет Убивать Больше Чем ему Нужно Чтобы Насытиться Владимир Соловьев Третья Статья Любви Основная Ложь Как бы Это сделать Чтобы Вы На схему Смотрели Основная Ложь И зло Эгоизма Не в этом Абсолютном Самосознании И самооценке Субъекта А в том Что приписывая Себе По справедливости Безусловное Значение Он Несправедливо Отказывает Другим В этом Значении Признавая Себя Центром Жизни Каков Он И есть В самом Деле Он Других Относит К окружности Своего Бытия Оставляет За ними Только Внешнюю Относительную Ценность Эгоизм Никак Не есть Самосознание И самоутверждение Индивидуальности А напротив Самоотрицание И гибель И гибель Вот этот Самый Эгоизм Который В такой Моде Сегодня Когда мы Преодолеваем Реальные Жизни Ты только В половом Акте В обыденной Жизни Не в Религиозном Экстазе А в Обыденной Жизни Ну Случаются С нами Иногда Конечно Прорывы В честь Достоинства Но Но Другого Другого Из ощущения Из ощущения Того Что ты Есть Центр Мира Да нет У нас Другого Способа У нас Нам его Не оставила Культура В реальной Соединенным 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 В любви И понимаешь Что не ты Один Имеешь Значение Значение От этого становятся люди зависимыми от любви, потому что это они ощущают как один единственный способ прорыва к чему-то большему, чем твой собственный эгоизм. Что касается упорного, вот тут уж так в конце лекции по секрету, могу сказать, что и монашеский гомосексуализм, он в общем связан с неким превосходством мужской природы в христианстве. Хотя все равно образ Девы Марии, Марии Магдалины, правда, он компенсирует как бы эту мужскую линию. Я хочу сказать-то всего-навсего то, что существует ситуация, когда нет культуры. Вот если люди перестают ценить любовь, в каком хотите смысле ее, понимаете, в смысле Соловьева, Леви Брюля или Стросса. Да, и поэтому она у меня в голове и перепутала. Как только это исчезает, то начинаются всевозможные странные, очень странные поиски духовности в бездуховном. Ну, например, многие авторы писали о том, что пароксизмы странной анорексии у девочек, заставляющие изводить их себя до состояния жилых скелетов, связаны внутренне с поиском аскезы, к желаниям отказа от технологической культуры. Это очень сложная история. Гомосексуализм представляет из себя своего рода мужскую гордыню. На самом деле отношения с мужчиной кажутся проще человеку, которым вырос, и культура которого выходит из примата мужской культуры. Ему кажется, что это проще и духовнее, хотя слово духовность он не знает, но не даром, правда? Мы подозреваем Чайковского и говорим, что гомосексуализм, ну так, в основном катится в, находится вверху полубогемные тусовки или богемные тусовки. Как бы эстетствующие тусовки, а эстетствование представляет собой подмену духовности. Есть подмена духовности, значит, в ней как-то и отношение к женскому началу мира, оно должно как-то измениться, ведь русская софиология родилась не просто так. Она родилась из понимания необходимости компенсировать, обнаружить женское начало мира, обнаружить, что без него невозможна культура, невозможно творчество. Тот же самый эгоизм, о котором пишет Соловьев, порождает гомосексуализм как форму проявления той самой гордыни. Мужчины лучше, умнее, с ними отношения проще, не надо погружаться в другую вселенную, чего-то строить. Кажется, что не будет таких сложностей, как женщины. Ну и духовной, да, вот если говорить о том же Соловьеве, Бердяеве, Лоссском, они же прекрасно понимали, что не может быть однополого андрогина, да, не может быть мистического брака между двумя мужскими началами. Это как раз и есть то, что и Бердяев, и Соловьев, и огромное количество религиозных деятелей разных культур совершенно называли вырождением. Я понимаю, что сложно. Давайте на этом закончим, а вы зададите вопросы, если они есть. Бог создал мир. А создал ли алгоритм его существования или жизни? Надо, наверное... Хорошо. Надо, наверное, сесть под деревом бодхи, уйти в глубокую медитацию и задать этот вопрос Богу. Я не могу за него отвечать. Ну, вы мне говорите, Александр Геннадьевич, скажите за Бога, вы же там чувствуете себя, но не до такой степени надо его искать. Я думаю, что... Я думаю, что даже если такой алгоритм существует, он, слава тебе, Господи, не подвластен человеческому разуму. Вообще, мы должны радоваться, что вот это все остается непознанным, потому что человек, своею волею, познав все алгоритмы, бед бы наковырял. Можете себе представить. Поэтому я всегда говорю, это великое счастье. Это же вот... Ну, возьмите прекрасная книжка, чуть занудная, но прекрасная. Возьмите непознанную Франка и почитайте, потому что он учит радоваться. Вот этому, вы знаете, на самом деле это очень важно понять, мне кажется. Если нет тайны, то нет и индивидуальности. Даже вот я не знаю, вот я влюбился внезапно в Виту, я все время в Виту влюбляюсь. Она для меня тайна. Я в попытке познать эту тайну начинаю создавать какого-то себя. Понимаете, какая штука? Ну, хоть какого-то. Вообще, индивидуальность и ее свобода может выражаться только благодаря тайне. Я хочу, чтобы вы это поняли. Потому что как только мы встречаем тайну, мы через нее начинаем выражать себя. Мы в нее можем вложить себя в эту тайну, в эту загадку, в этот секрет. Другой вопрос, как у нас это получают? А если у нас в жизни тайны нет и есть сплошная механика, то нам ничего не интересно. Мы в лучшем случае начинаем плеваться от скуки, как это сейчас происходит со многими. Нет тайны, нет любви. Как можно любить некое, не знаю, создание из ног и попы, которое, значит, ты уже знаешь все. Все. Вам же это знакомо. Я же фактически с этого начал. Что я сейчас делаю? Я как-то по-своему, выражая себя, пытаюсь рассказать вам про тайны. Правда? В надежде, что они вас заинтересуют, и вы сможете с их помощью как-то выразить себя или подумать о себе и своих отношениях. Еще можно вопрос? Конечно. А как вы относитесь к книге Грея? А женщина с Венера, мужчина с Марса? Никак. Я ее не читал и не буду. Можно? Спасибо. Грею я отношусь, в принципе, нормально, но это нормальный психолог-популизатор с претензиями. Поэтому много его читать как-то очень скучно. Мы начали как бы с наборной пропорции, да? В принципе, вот, ну, как бы, Новый Завет. И вот эта вот схема вся в реальности, она, собственно, Новым Заветом и представлена. Да. Поэтому, фактически, вот этой вот схемы, она и... Ну, ее и нет. Не было. Да, ее и нет. Она же не так как-то устроена, эта схема. Это мое упрощение, моя попытка рассказать Наташе, чтобы она нарисовала мне тайну. Вот я ее так нарисовал. Но на самом деле все же не так выглядит, да? Мы же ни к чему не привязаны. Да. Как бы, не совсем там... Вся сущная, там, горная пропорция. Мы начали с нее. Да. Смысл всего, что сказал. Где сколько ты такой... Для человека. Помимо любви, там... Вы хотите, чтобы я рассказал другие смыслы? Они там написаны. Все это было сказано, и вот эта вся схема, и все. Для чего он смысл? Смысл человеческой тогда жизни? Мы о нем говорим все эти лекции. Я называю его любовью. Хотите, я еще одну вещь скажу? Ну, любовь это... Последняя. Вообще, вот если вы задумаетесь, подумайте об этом на досуге. Я, правда, уже это говорил, но... Я утверждаю, что любовь – это вообще единственное чувство, которое испытывает человек. Вообще, у нас просто нет других чувств. Эмоции, то есть реакции на обстоятельства, у нас есть. Попробуйте мне назвать хоть одно чувство, которое не является любовью. Если хотите. Ну, я не буду уж повторять, что от любви до ненависти один... Смотрите, от любви до ненависти один шаг. Нельзя ненавидеть то, что ты не любил. Да, можно к этому относиться отрицательно. А ненавидеть то, что ты раньше не любил, невозможно. Если ты любил человека, но он тебе был интересен, тебе казалось, что ты его понимал, а он тебя там предал, обманул, подвел, ты его можешь ненавидеть. Но если это незнакомый для тебя человек, ты его не можешь ненавидеть. Ты его можешь не любить. А ненависть – это аффект. Какие еще чувства? Презрение. Ну, презрение – это приблизительно то же самое, но презрение – это есть один из вариантов неспособности любить. Всего лишь. Это то, о чем мы только что с вами говорили. Это, собственно говоря, чувство превосходства, гордыня, а чувство превосходства и гордыня – это всего-навсего неспособность любить. То есть способность любить только себя. Что значит любить только себя? Это значит, что я живой, моя там жена и дети чуть менее живы, чем я, а все остальные вообще мертвые. Предметы такие для моего и вот этого самого окружающих удовольствия. Неспособность любить. Точнее говоря, страх – это вообще попытка не любить. Как только мы пытаемся не любить, появляется ужас. Это как бы обратная реакция. Вот если я отрицаю у себя любовь, я начинаю всего бояться. На самом деле моя единственная сила, и в этом смысле единственное сего и чувство – это любовь. Радость для женщинства. Оргазм. Любовь. Вершина любви. Скажите, а все мужчины такие сконятные, выводили? Нет. Как кто, как я? Ну, наверное, для того, чтобы рассказать все о всех мужчинах, мало двух часов лекции, я так думаю. Я думаю, что вам это нужно проверить на опыте. Это, как бы, понимаете, мои утверждения. Ну, понимаете, опять, вот, ну, согласитесь, это же бред вообще чего-либо говорить про всех женщин или всех мужчин. Да? Все блондинки – дуры. А это, да, как это, все женщины – дуры, а все мужчины – сволочи. Вы об этом? Правда это или нет? Почему вы слушаете? Вот, кстати, это сложно, но ты в образе, пожалуйста, это что-то. Я пытаюсь сказать, я пытаюсь сказать, что мы становимся такими в результате отказа от любви. Или в результате отказа от чувств. В результате отказа от той же эмпатии, которую, если вы начнете читать о ней, то вы поймете, что это ровно то же самое, что я имею в виду под словом «любовь». Как только вы от этого отказываетесь, вы откатываетесь вот сюда, к основанию, к биологии. А там в биологии гомо-гомени-люпис-эст. Да, человек-человек-уволк. Как только вы отказываетесь от понимания или от размышлений о любви, вы мгновенно оказываетесь в мире инстинкта. И поэтому я говорю, что это единственное человеческое чувство, человеческое. Потому что кроме него есть еще инстинкты. Есть ли половое влечение? Есть, конечно. Есть голод? Есть. Есть защитная агрессия и страх смерти? Есть, конечно. Но эти чувства есть у всех животных. Не нужно выходить за пределы животного мира. А мы все время в биологии, медицине, психиатрии, мы пытаемся все время свести человека к биологии. Убрать вот эту любовь как мешающую, как тайну. Мы пытаемся свести к механике. И анализировать человека даже еще гораздо более, как бы, не как животное, а именно как механизм. Состоящий из набора каких-то свойств. Это поэтому Маслоу отказался от своей пирамиды. Потому что когда он написал про нее статью, он понял, что он пытается механизировать род человеческий, и отказался. Поскольку Маслоу-то как раз понимал это очень чутко. Другими словами, но очень чутко. Вот когда вы подумаете вокруг того, чего есть из человеческих чувств, то вы поймете, что человеческие – это чувства, это любовь, понимание, ответственность. Вообще-то для этого всегда существовало еще раз по кругу поэзия, культура, притча Нового Завета. А просто так, на дрожжах. Ну, наверное, потому что мы с вами, еще раз, не хотим об этом говорить, не говорим, мало об этом говорим. Не умеем. Вот смотрите, вы же два часа присидели, не уходите там, кто-то ушел, не уходите. Вам интересно? Значит, можно об этом говорить интересно? Я думаю, ну, такой опыт у меня был, слава богу, не раз и не два. Если здесь в зале сидели молодые люди, одни только молодые люди, им тоже было бы интересно. Я бы немножко другие примеры, возможно, приводил. Это же не то, что не имеет, понимаете, мы привыкли, что религия, философия. Это что-то такое птичье, понимаете. Там вот где-то птички летают, вместе с ними бердяев, и они гадят оттуда время. А на самом деле это просто способ описания жизни, вот повседневный, реальный. Но нету вот этого человеческого в сексе, и отношения не могут быть устойчивыми. И вообще никаких отношений быть не может. А это ведь просто очень, вот это я в тебе, ты во мне. Миллионы описаний, стихов и чего угодно существует вот этой волшебной восьмерки, которая и есть отношения любви. Ну, это тайна для многих. Тайна. Поскольку там тайн-то бесконечное количество, ты начинаешь это чувствовать, ты начинаешь не бояться, мы об этом подробно будем в следующий раз говорить, начинаешь не бояться растворяться в другом, ты понимаешь, что это не страшно, что при этом ты не теряешь себя, а себя обогащаешь, расширяешь, приближаешься к самости. Как только ты это понимаешь, все сразу становится на свои места. А иначе у тебя появляется страх, потому что страх, любой страх, любой. Это что такое? Болезнь. Болезнь. Не, это всегда страх потери индивидуальности. Страх смерти индивидуальности. Что-то такое меня поглотит, неважно что, замкнутые помещения, открытые помещения. Что-то меня поглотит, и я там растворюсь, меня не будет, как во сне. Я проваливаюсь и больше не управляю собой. Какие-то иные силы, метафизически иной во сне руководил. Как только я этого боюсь, чем выше мера эгоизма, тем выше мера страха. Чем больше я замкнут и боюсь потерять себя, а это ведь сейчас основа культуры, правда? Я даже влюбляться-то боюсь. И говорю, я же слышу это все чаще и чаще, когда там девушка приходит к психотерапевту и говорит, Александр Геннадьевич, что делать? Я влюбилась. Ну и что? Ну так он же сможет мной манипулировать, вы понимаете, в чем дело? Как же так? Я же могу индивидуальность свою драгоценную потерять, хотя куда ты ее потеряешь. Наоборот, она у тебя увеличится, станет больше. Я вам это в следующий раз на процессах гипноза покажу, ладно?